10 вариантов. А у вас есть задание про музыку? Я ж люблю шоколадки, я смотрел все фильмы про шоколадки. Душно, душно, душно! Можно я выиграю кондиционер? То ощущение, которое мы сейчас испытываем, это и есть досада, ребят. Привет, Юр. Привет, привет. Всем привет, я Жень, я стендап-комик. Здравствуйте, я Юра, я стендап-комик. Юр, как ты готовился к шоу? Я сходил в туалет в кинотеатре. Это неплохие шансы на победу. Последний фильм, который я смотрел, это было «Операции и другие приключения» Шурика. Если вдруг будет вопрос по этому фильму, я дам тебе выиграть. Спасибо большое. Вроде можем начинать игру. Хэй, мувик. Приветствую. Вы на канале VokaVoka. Я интерактивный помощник, мувик. Сегодня мы сыграем в кинобаттл. Женя, Юра. Привет. Я слышал, вы комики. Как вы это поняли? Я до сих пор еще не понял. Я нахожусь в поиске себя и из-за этого испытываю затяжные тяжелые депрессии. Ну вот, по-моему, было смешно. В нашем кинобаттле вас ждет 5 раундов по 7 вопросов на тему кино. В каждом раунде вы зарабатываете призы. Заберет свои призы тот, кто победит в финальном раунде. Вы готовы? Да, мувик. Я готов. Спасибо, Женя. Я готов. Спасибо, Юра. Начинаем. Раунд первый. В этом раунде я покажу вам стоп-кадры из кинофильмов. Вам нужно угадать их первыми. Игра началась. Юра выиграл? А что теперь делать? Надо ответить, что это за фильм. Операция и другие приключения Шурика. Не верно. Брат. Когда он пистолет взял. Нет? Кавказская пленница. Крепкий орешек. Приятно, что у нас есть много попыток. Мне кажется, к вечеру. Мне кажется, что к вечеру мы сможем, ну. Просто надо фильмы на А начинать, прибирать. Аладдин. Вот, все, я знаю. Мальчик с пальчик. Загадочная история Бенджамина Баттона. Я не знаю. Пас. Пас. Точно. Есть такой фильм? Да. Это про балет, по-моему, как раз. И, наверное, если я не ошибаюсь. А мне кажется, что такого фильма нет. Я думаю, здесь подготовились и все нормально. Так, это что-то с высоком. Обзор на iPhone 13. Ну, отвечай. Это фильм, в котором все люди решили положить телефоны на стол и разговаривать. Там, что-то там. Как же он называется? Ты знаешь этот фильм? Ирония судьбы или с легким паром? Там телефоны были бы дисковые только. Такого фильма нет. Напишите в комментариях, есть такой фильм вы смотрели? Карты, деньги, два ствола. А как же ирония судьбы на все отвечает? Нет, я смотрел этот фильм. Это отличный фильм. Ты смотрел Карты, деньги, два ствола? Нет. Я бы нажал. Ты получишь огромное удовольствие от этого фильма. Это отличный фильм. Это у меня третий фильм в списке после «Идеальных незнакомцев» и «Черного лебедя». И я готов дать ответ. Это блондин в черном ботинке или что-то такое? Серьезно? Это какого года фильм? 1924. Офигеть. Да. Я знаю этот фильм. Это «Алло гараж». Это «Дюна». Дюна – это группа. Нет, это в пустыне. Есть там такое. Это «Матрица». Какая часть? Это «Матрица». Ты мне, кстати, руку отбил. Извини, пожалуйста. Не верно. А это что-то про художников, может быть? Не знаю. «Тайная жизнь» Сальвадора Дали. Нет. Не верно. Я пас. Пас. Раунд завершён. Вы оба сыграли ужасно. У вас по два балла. Но вы оба можете выбрать себе по одному подарку. Ну, ничего себе. Будешь брать? Ну, выбирайте. Ты не будешь? Да, я выберу после тебя. Все подарки я заказал в онлайн-гипермаркете «Двадцать первый век бай». Робот-пылесос. Палатка койот, ребята. Палатка или койота? Ты когда в неё залазишь, она такая… Играем дальше. Раунд второй. В этом раунде вам нужно назвать актёра в неузнаваемом гриме. Так как мы его назовём, если он не узнаваем? Попробуйте догадаться. Если мы не знаем, значит очень хорошая работа гримера. Ну, давай попробуем. Играем. Джон Траволта. Хорош. Хорош. А что это фильм? Да хрен его знает. Я, если честно, не помню, как зовут актёра. Это не тот актёр, который играл. А, это актриса. Это актриса, дорогой мой. Она играла в «Властелине колец». Да, и она играла, по-моему, ещё… Она в «Докторе Стрэйдж», наверное, тоже играла. Я не помню, как её зовут. Я – Пас. Пас. Не сам, наверное. Ты вообще знаешь хоть одного человека, которого зовут Тильда? Тильда? Тильда. Есть такой конструктор сайтов замечательный. Да, кстати. Бейонс. Было бы очень круто, если бы… Да. Бейонса. Ты, кстати, можешь ещё пробовать, если у тебя есть вариант. Савелий Крамеров. Савелий Крамеров. Джекки Чан. Секунду-секунду. Может быть, это какая-нибудь Кира Найтли. Хэлли Бейри. Скажи, что я тебе подсказал каким-то образом, нет? Нет, я просто подумал, знаю ли я актрис с темнокожим каких-то. Вот, я знаю Хэлли Бейри ещё. Вот это, наверное, Барбара Брильс как раз. Не хочешь пробовать? Ммм. Я – Пас. Я – Пас. Можно было побороться? Конечно. Нет, я не знаю такого человека. Оу. Анжелина Джоли. Да. Хорош. Ничего не могу с собой поделать. Похож на моего трудовика. Ну, это «Человек в очках». Какой-то фильм, скорее всего, фантастический. Судя по тому, что он с блютуз гарнитуры – это российский фильм. Либо он какой-то российский персонаж. Слушай, у меня, на самом деле, проблема, что я… Ну, на лицо актёров знаю, где они там могли сниматься, а по именам я знаю только каких-то супер-известных. И… Хотя, подожди. Ещё одно. А-а-а! Том Круз? В глаза посмотрел. Блин, не надо пасовать быстро. Надо подумать. Я вот не знаю. Давай по-разгляду. По глазам. Глаза. Ну, глаза такие. Каря у него. Кстати, знакомый вообще. Дольф Лунгрэм. Да фиг, ну вот… Да… Ну, давай. Никита Кукушкин. По глазам. Он, кстати, похож. Был похож. Кто бы это мог быть ещё? Я не знаю актёров. Я пас. Ладно, пас. А-а-а! Неплохо. Я… Это в этом. Во втором Галли Поттере было. А, прикольно. Раунд завершён. Юра, блестяще. У вас три балла. Женя, у вас один балл. Юра, выбирайте подарок. Ой, извини, пожалуйста. Это тебе Женя. Это просто кэшбэк на подарок. Я что-то выиграл. Роликовые коньки Рико Стрим. Это неплохо. Твои дочки будут довольны. Да, 45-го размера. Ну, это били 45-го. Новый раз. Вот если бы мне было 12 лет, я бы сейчас прыгала часть. Роликовые коньки, палатка. Ну. Идеально пойти в поход. У… Уехать поход. Пойти в поход когда-то на роликовых коньках. Гуляем далей. На видеосервисе ВОКа у специальном разделе «Синяя ВОКа» собраны фильмы и мультфильмы, агученные на беларускай мове. У гэтым раунде вы павинны адгадаць фильм ци мультфильм па аудео фрагменте на беларускай мове. Тисните на кнопку «Калі адгадалі». Пачынаем. Як на контвячеры? Пробайте, я буду на эстраді. Уууу, вядомо. На якім інструменті вы граєте? На контрабасі. Шаровно. Вы играете с мышком, типа шкубаете. Но основным я похлопаю. Да вы особливая девушка. А как вы думали? Это в джазе только девушки. Ура. Ты знал, что он в оригинале называется «Nекоторые любят погорячее». Да, знал. Бо мы люди нижейших ахатунку. С хворобами и злочинными замашками. Худши и дежуносно. А ты правда? Вы, вязковцы, заусёды так про нас скажете. Я не туда и шедаму. То для чего вы тут? Якую идею продаете? Шоколад. Усэнься, шоколад. Ну, ты узнал? Нет. Ну, может быть, если я говорю речь про шоколад, это Чарли Шоколадная Фабрика, но... Я не думаю. Нет. Может быть, это Волшебник страны Оз? А, нет, она же там ничего не продавала, она же жила просто в деревне. Мне кажется, это что-то связано всё равно будет с шоколадом. Ну, что вы продаете шоколад? А какие фильмы с шоколадом связаны? Ну, это разговаривают соседи где-то в деревне. Нет, я так понял, типа, кто-то приехал в деревню и продаёт шоколад. Только что это может быть. Ничего не надо. Подожди, сейчас, дай мне 10 минут, я же люблю шоколадки. Я смотрел все фильмы про шоколадки. Ну, давай. Так, ладно, я пас, я не могу вспомнить. Ты чувствуешь сейчас? То ощущение, которое мы сейчас испытываем, это и есть досада, ребята. Вот так, вот так проживается досада. Сколько я раз сказал слово шоколаду просто. Вот надо было нажать кнопку и разгонять, оно бы засчитали, знаешь, типа, автоматически. Руки боитесь и запыцкать? Намыльете лепей? Мне что не мылится. Я же не виноватый. Это шампунь таки. Ну, я к справы. Мыю ему голову, а ничего не мылится. Чому? Что ж ты робишь? Не слуха у меня. Проблытый шампунь с гелем для ног. Дайте сюда. Дрюс, не пушайте меня. Скажите, что вы хотя бы читать умеете. Шампунь. Неплохая логика. Нет, не угадал. Там были мужские голоса и женские, они все вместе мылись. И не намыливались. Я пас. Так, ты сказал пас, да? Это же пас. Один плюс один. Два. Два. Особное проживание, специальное ставление. При первой же встрече вы поспешались пропоновать мне кресло. Я бы уведливым, а вы скардитесь. Як я могу житься с группой, коли вы зарабили изменение аутсайдера? У тебя есть варианты? У вас есть задание про музыку? Ну, мне задается, была русском языке. Песня. Молчание и ягнец. Там был момент, что женщина разговаривает с мужчиной. В многих фильмах был такой момент. А, да. Может, это 50 оттенков серого? А, там, наверное, мужчина предложил женщине и... Ну, она что-то на него, видишь, напирает, что он, типа, чересчур вежливый. А он ей много чего предоставил. Может быть, она хотела, чтобы он просто не погрубее? Ну, я бы этому и предложил 50 оттенков серого. Красотка. Солдат Джейн. Хорош. Я к тебе зовут. У медведя у Вогули есть имены? Я думаю, есть. Меня зовут... Прабаджи. Прабаджи. Это какой-то фильм по мотивам песни группы Король и Шук. Там медведь знакомится с... Может, это какой-нибудь медвежонок Паддингтон или как он там называет? А. Беспек. Дякую. Теперь у меня есть закаханые с 12-го района. У тебя нет закаханых. Это телевизийное шоу. И стосунки с этим хлопцем могут притягнуть спонсоров, что уратуя твое дурное житё. Голодные игры. Прекрати. Там просто были районы. А я хочу сказать 13-й район. Там был 12-й район. Может, 13-й район. Нет, голодные игры просто. Там не было телешоу. Там было, да, телешоу. Смотрел голодные игры? Там был формат телешоу. И они там, то есть, еще на этом делали какой-то хайп дополнительный. Пытались поднять популярность и привлечь внимание к просмотам. Кстати, прикольные фильмы. Прикольный фильм. Голодные игры. И там несколько... Ну, это вообще по книге, по-моему. Но, да, интересная история. Там несколько частей. Книга лучше? Я книгу не читал. Все правильно. Ну, какая-нибудь книга точно лучше, чем голодные игры. Мне не досподобы такие размобы. Нельга так размавлять. Хочу, как ты размавляла правильно. Окей. И я не хочу, как ты курыла. Гэта шкодна. Окей. И с гэтым не размавляй. Подозро ныне ки. Леон. Если бы ты ответил не он, я бы потом ответил тоже леон. Да, это, кстати, классный фильм. Да, хороший фильм. Раунд завершенный. Беспроводные наушники. Беспроводные наушники. Да, вот. Беспроводные наушники. Я тебя поздравляю. Но это еще ничего не значит. Это же все можно проиграть в пятом раунде. Кстати, да. Может, не будем играть в пятый раунд? Давай. Просто закончим на четвертом. Идем долей. В этом раунде я покажу вам картинки, на которых будут совмещены два разных фильма. Ваша задача – назвать эти фильмы. В каждом вопросе можно заработать два балла. Играем. «Хеллбой» и «Вечера на хуторе Близди Каньки». Хорошо. «Темный рыцарь» и «Бриллиантовая рука». Ну, наконец-то. Фильм, о котором мы знаем. «Девчата» и «Игры престолов». «Игра престолов». Это важно, это важно. Душно, душно, душно. Можно я выиграю кондиционер? Блин. «Хищник» и «Ронни судьбы» или «Слегким пар». «Рэмбо». Черт, «Рэмбо», «Хищник». Похоже. «Малефисента» и «Кавказская пленница». «Малефисента» – это от изжоги? Нет, это когда шея болит. «Триста спартанцев». «Иван Васильевич меняет профессию». Так, твоя рука быстрее. «Ви» – «Обитель зла». Прикинь, мы на все вопросы ответили в этом раунде впервые. Что ж, раунд завершен. Женя, в этом раунде вам кирдун. Счет 9-5 в пользу Юры. Юра, выбирайте подарок. Я собираю палатки. Палатка. А ты что-то говорил, собираешься съезжать с дома? Нет, я собираюсь возрождать рынок на стадионе «Динамо». Давайте сыграем решающий раунд. Я покажу вам 7 постеров, которые нарисовала нейросеть. Ваша задача – угадать по ним фильм или мультфильм. Начинаем. Это «Основной инстинкт». Ты знаешь, что это все? Я забыл название. Это фильм индийский «Нистиграм плавали». «Я» – там есть слово «Я». Лего «Я». Ладно, я не вспомню. Ну, сейчас, когда я увижу, я такой «Да, конечно!» «Жизнь Пи». А почему я там… А, ну, я думал, что там в конце что-то короткое. «Жизнь Пи». Конечно. А я нажал твоей рукой. Да. Спасибо. Там голова человека в стакане. Не знаю, у меня единственная ассоциация – быть Джоном Малковичем. Как будто. Голова в стакане. Давай подумаем, а знаем ли мы этот фильм вообще? «Аквамен». «Прекрасно». «Король лев». Так, там, типа, «Привидения» и «Ночь». «Охотники на привидениях». «Охотники с привидениями». «Нормально». «Ты нажал». Что-то супергеройское, скорее. «Железный человек». «Чудо-женщина». «Так, ну тут, смотри, красивая…» «Красивая». «Красивая робота». «Явно с женскими чертами на фоне какого-то города». «Сан-Франциско». «Да?» «Да». «Может, это «Железная леди» что-то про Тэтчер?» «Прекрасно». «Побег с курятник». «Неплохо». «Юра, можете, когда заходите. «Но, к сожалению, этот раунд завершился в пользу Жени». «Женя, у вас 5 баллов». «Юра, у вас 2 балла». «Женя, вы победили в кинобаттле. Можете взять еще один подарок за победу в финальном раунде». «Я могу взять Юрин подарок». «Нужны палаты». «Так, ну давай я возьму вот этот». «Этот подарок добавляется ко всем тем, что вы уже выиграли в предыдущих раундах». «Отпариватель». «Отпариватель значит, что мой дед был в бане всегда». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о!» «Ну сейчас было хорошо». «Все подарки для победителя», то есть для вас, Женя, Я заказал онлайн в гипермаркете 21 век Бай. Там можно найти более миллиона подарков, которые, по моим данным, всегда радуют людей. Юра, для вас тоже есть утешительный подарок. Он справа за креслом. Посмотрите. Это туалетная вода Антонио Бандерас. Чтобы от вас чуть больше пахло Антонио Бандерасом и чуть меньше позором. Классный подарок. Спасибо большое. Выпьем сразу после эфира это. Подписывайтесь на ВОК ТВ, чтобы хорошо разбираться в разных фильмах и сериалах. Там очень много крутого, полезного контента. Юр, подпишешься на ВОК ТВ? Я уже подписан. Я смотрю с детьми мультики на белорусском языке. Здорово, это круто. Ставьте лайки этому видео в интернете. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока! До новых встреч. Спасибо, Жень. Спасибо, Юр. Игра завершена. А теперь вопрос для тебя. Что за фильм я загадал? Свой ответ пиши в комментариях. Кто первым даст правильный ответ, тот заберет подарок от 21 век. Смотри все самое интересное на видеосервисе ВОКа. До встречи в следующем выпуске.